Добрый вечер! Вы смотрите программу «На справде» в эфире телеканала Симон. Меня зовут Владимир Мазур. В ближайшие 20 минут мы будем говорить о свободе слова и о свободе работы средств массовой информации. Вчера под стенами Верховной Рады прошел пикет. Порядка 200 человек, наших коллег, стояли за то, чтобы сегодня был рассмотрен и одобрен законопроект номер 0947, который вносит ряд существенных поправок, важных очень для работы журналистов, для свободы слова в нашей стране. О том, собственно говоря, из-за чего весь сыр Бор и что это за поправки и что изменится в случае принятия этого законопроекта, поговорим сегодня с гостем студии, которой я с удовольствием представляю, медиаэксперт, член правления Харьковской областной организации Национального союза журналистов Украины Юрий Хамайко. Здравствуйте, Юрий Николаевич! Здравствуйте! Ну, давайте по порядку. Законопроект в мае 2011 года разработан экспертами, принят в сентябре 2012 года в первом чтении. То есть, получается, уже больше года он находится на рассмотрении Верховной Рады. Дважды, без объяснения причин, он был снят с повестки дня, с пленарного заседания. Что там такого страшного в этом законопроекте-то? Да, в общем-то, ничего такого страшного, то, что есть в законодательстве всех стран Европы, что люди, являющиеся выборными деятелями, депутатами всех уровней и государственные служащие высокого ранга, они находятся несколько в другом положении, чем просто рядовые граждане, чьи персональные данные, чью личную жизнь, в общем-то, закон должен защищать. Но если ты публичный человек, если ты сознательно идешь на то, чтобы быть публичным человеком, и именно такие есть высокопоставленные чиновники и депутаты, то тем самым ты принимаешь на себя определенные обязательства по открытости своей жизни. Мы должны знать, мы, я имею в виду аудиторию зрительскую, читательскую, да, мы должны знать, что вы честный человек, этот депутат-чиновник, что вы готовы отчитаться о всех своих доходах, что, в принципе, и даже ваша личная жизнь, если она как-то влияет на вашу общественную деятельность, то есть все, что связано с вашей профессиональной общественной деятельностью, не может быть засекречено, не может считаться конфиденциальным. Вот это, в общем-то, главное то, чего, как я понимаю, не очень хотят наши депутаты. Понятно, почему они не очень хотят. Но тут, честно говоря, даже в самой-то среде журналистов возникают иногда достаточно серьезные споры. Но вот классическая история, стоят на балконе Верховной Рады фотографы, оптика хорошая, они фотографируют то, что депутаты там, собственно говоря, творят во время пленарного заседания. Я понимаю, что депутаты в этот момент находятся на работе, получают деньги из наших, собственно, карманов. Но когда, например, публикуется там, не знаю, смс-переписка с какой-то там, не знаю, девушкой, любовницей или еще что-то, вот это, в общем-то, тоже, наверное, да, вроде бы должно или не должно публиковаться. То есть, как вот здесь вот быть в этой ситуации. А вы бы как поступили? Я бы на месте депутата или на месте фотографа? Нет, понятное дело, что это новость, конечно, да. Ее будут читать, смотреть и так далее. Насколько, скажем, вот эта открытость все-таки должна иметь границы? Потому что, ну, это уже начинается личная жизнь. Ладно, она на работе личная жизнь, но так ведь тоже, наверное, нельзя. Ну, вот в вашем примере я стопроцентно на стороне тех фотографов и телевизионщиков, которые это показывают, да. Ну, это вот, есть дресс-код, да. Вы не можете прийти там в спортивной майке, там, да, в Верховную Раду. Наверное, депутат не может, да. Точно так же он, придя на работу, он знает, что он должен ограничить себя в каких-то общениях, вот те смс, о которых вы говорили. И если он этого не делает, значит, он рискует. И никаких претензий к журналисту не может быть. То есть, ну, ладно, хорошо, это этические вопросы, все-таки, ладно, смс-переписка с любовницей, это мелочи для судьбы страны. Нет, ну, может, и в другое время попереписать. Можно сказать, должен даже, собственно говоря. Это его дело, личная жизнь. Ну, а что касается, например, действительно вещей важных, вещей, связанных с той же декларацией о доходах. Я, правда, не знаю, это только доходы или расходы. Вот сейчас имеется в виду, что обязан декларировать публичный человек. Насколько сейчас сложно получить исчерпывающую информацию по вот этому вопросу? Ну, вообще-то чиновников обязали придавать гласности эту информацию, да. Но, опять же, вот у меня возникает такой вопрос, насколько есть возможность проверить правдивость поданной информации, да. Вот проверить ее невозможно. Мы должны быть удовлетворены тем, что чиновник написал, что у него там, значит, одна халупа на окраине. И вообще ездит он на велосипеде. Написал он, написал, все. Все строится на доверии, да. То есть, журналист в эту сферу не допущен. А если он начинает копать, у него будут проблемы с тем, что он пытается куда-то вот влезть в конфиденциальную информацию и сталкивается с законом о защите этих данных? Сейчас у него будут проблемы, несомненно, с этим, да. Потому что единственное, что он может написать запрос в налоговую службу, и нет гарантии, что налоговая служба не ответит ему, что все правильно. Самостоятельное расследование в этом случае, конечно, будет, ему будут чиниться всякие препоны, и в результате его сегодня объявят незаконно. Я же работал в газете «Новый стиль» с Василием Кливентьевым, которого до сих пор не нашли, поэтому, слава богу, на собственном опыте знаю, как трудно вытащить какую-либо информацию. К слову сказать, вот этот законопроект 0947, он не только в отношении персональных чиновников пытается снять эти ограничения. Собственно, вся информация, практически, которая касается расходов государственного бюджета, местных бюджетов и так далее, насколько я понимаю, она ведь тоже должна стать теперь публичной, правильно? Конечно. Конечно, это надо, да, иначе это у нас получается, как в советские времена Леонид Ильич Брежнев докладывал на сессии Верховного Совета. Ну, а на оборону, это понятно, сколько мы тратим, это всегда нужно. Нет, конечно, все буквально до гривны вот в бюджете должно быть абсолютно прозрачно. Вы же, наверное, я не открою секрет, да, насколько, скажем, был великий перерасход средств бюджетных на евро, да, футбольные, насколько перерасходуются средства на строительство автодорог, да. Вот как бы, понимаете, хорошо показать картинку городскую, вот смотрите, как у нас все хорошо, парк у нас хороший, там где-то еще благоустройство. Народ уже привык говорить, ой, да ладно, понятное дело, что воруют, да, вот, лишь бы делали, да. Ну, это очень распространенное точное зрение, да. Вот, а хотелось бы знать, да, насколько можно было дешевле все это сделать, насколько целесообразно все эти траты, которые, может быть, потом и даже производят хорошее впечатление. Ну, закон-то, собственно, не обязывает приводить какие-то альтернативы, все равно мы будем знать просто, сколько потрачено, да, вот в той или иной ситуации, сколько там на ту же дорогу или там на стадион или еще на что-то потрачено, сколько стоит альтернативы, да, это все равно работа журналистов, насколько я понимаю. Конечно, эта информация нужна нам для того, чтобы мы могли писать аналитику, да, потому что не имея точных цифр, невозможно написать аналитическую статью, вот, а для чего мы напишем эту статью? Для того, чтобы наши читатели, ваши зрители, они как бы знали, насколько те люди, в данном случае, да, городские депутаты или народные депутаты, которые распоряжаются нашими деньгами, вот, насколько они умело их тратят и как бы не очень много забирают себе. Юрий Николаевич, вы можете рассказать, ну, скажем, классические примеры того, как это все происходит? Вот журналист, да, пишет, например, запрос куда-то в отношении там должностного лица, чиновника, в отношении того, что он там, собственно, делает. Насколько часто сталкиваешься с тем, что тебе отказывают именно потому, что эта информация является конфиденциальной, защищена законом о, значит, о персональных данных, да. Вот сейчас, насколько это все распространено и в каких вот случаях это типичнее всего проявляется? Когда ищешь какую информацию? Доходит до абсурда просто. Один мой студент, я преподаю на курсах интенсивной журналистике, вот, захотел написать корреспонденцию или репортаж из школы для глухих. Руководитель этого учреждения ему сказал, что надо ему разрешение, значит, управления образованием, да. А управление образованием, куда я направил официальный запрос от одного из изданий, вот, ответила нам, что они не считают целесообразным в данный момент публикацию об этом учебном заведении. Ну, поймите, это же люди, я обращаюсь уже с экрана, да. Это право журналиста решать, в чем заинтересовано, а в чем не заинтересовано. Иначе мы будем в ситуации, которая сейчас очень типична для, к сожалению, нашей особенно периферийной прессы, вот, я как медиаэксперт и занимающийся уже два года мониторингом региональных изданий, я вижу, что подавляющее большинство информации идет с пресс-конференции. Что это значит, да? Это значит, что некая структура в лице своих руководителей решила, что им эту информацию выгодно распространить, и вот они собирают, а наши коллеги, да не обидятся они на меня, потому что я большинство об этом говорю в лицо, работаю диктофонами, вот, все это честно излагают и все, да. А когда есть необходимость понять, что у общества есть запрос на определенную информацию, и мы идем эту информацию получать, нам отвечают, там, вот, одно время я пытался получить, там, получать информацию в прокуратуре, в органах внутренних дел, да, это дело сейчас расследуется, вот, знаете, вот, вообще тайной следствия, на мой взгляд, да, прикрываются очень много тех фактов просто, которые никакой тайны и никакой пользы для следствия не представляют, да, вот, просто начни копать и найдешь там какой-то компромат на наших доблестных правоохранителей, и они, естественно, в этом не заинтересованы. Ну, предположим, да, не будем, не буду, сам не буду касаться, скажем, вещей, связанных, действительно, с расследованием, не знаю, может, может, действительно, так и целесообразно ли вмешиваться на ходе, на стадии расследования, скажем, в процесс журналисту, не знаю, не буду спорить. Вопрос вот какой, вот, вы говорили, приводили в качестве примеров способ распространения основной информации, сейчас это через пресс-конференции, представитель, там, того или иного департамента, ведомства и так далее, сам рассказывает, собственно, то, что должно в итоге оказаться там в газетах и так далее. Вот с принятием этого закона, предположим, хорошо, не пресс-конференции, вы сможете, вот вы, я, там, не знаю, любой журналист, гражданин, который занимается журналистской деятельностью, сможет ли получить ответ или будут опять отказы в виде того, вот, что вы говорили, это не целесообразно, мы не можем и так далее, и так далее. То есть вот этот законопроект, который сегодня внесен на обсуждение Верховного Рада, он даст такую возможность получать эту информацию? Ну, он теоретически даст возможность. Вот я хочу, чтобы мои коллеги, наши с вами коллеги, да, поняли, что сам по себе закон дает нам некоторые, как бы, дополнительные права, да, и дополнительную защиту. Все равно все будет зависеть от нас, да. Несмотря на самые лучшие законы, все равно по определению, вот эти люди, которые сидят на информации, да, недаром же есть старое расхожее выражение, кто владеет информацией, тот владеет миром, да. И вот я своим ученикам всегда говорю, а наша с вами задача, да, чтобы не они, кто считает, что они владеют миром, чтобы мы у них отобрали эту информацию, да, чтобы она стала всеобщим достоянием, поэтому закон нужен, потому что на него можно ссылаться. С ним, имея такой закон, проще воевать с бюрократической нашей машиной, да. Но это не гарантия все равно того, что это победа будет. Есть еще один пункт интересный в этом законопроекте, он планирует установить открытый доступ к протоколам сессии местных советов, решений и так далее, постоянных комиссий. Вот с этим что, тоже есть проблемы какие-то? По-моему, в принципе, все, что происходит в стенах местных советов, оно тайной-то не является. Может быть, где-то, разве что, на большинстве своем, по крайней мере, у нас нет. Ну, не совсем так, понимаете. Опять же, вот, читая не только харьковские издания, да, и не только областные, а там районного уровня, не так редко можно увидеть рубрику там в постоянных комиссиях, да. Но это опять они, бюрократы наши, решили вас, меня вас пригласить на эту комиссию, чтобы как бы показать, как они хорошо работают. Попробуйте попасть на ту комиссию, в которой они не заинтересованы, да, в выделении земельных участков, там, да. Вот. Вам найдут тысячу причин, чтобы отказать вам. Скажут, что это неинтересно, да. Вот. И вообще это сугубо внутреннее наше дело, ни в коем случае. Вот, ссылаясь на этот закон теперь, да, мы можем как бы открывать дверь на эти заседания комиссии, или по крайней мере, по крайней мере, если они уж там стесняются своей ненормативной лексики во время этих заседаний, допустим, да. По крайней мере, требовать, показать нам протокол. Вот. Поэтому в этом плане, конечно, это очень нужный закон для того, чтобы стимулировать журналистскую активность. Ну, по-первых, будет, конечно, интересно. Только, позвольте, выступлю в роли скептика в этой ситуации. Никаких особых, наверное, все-таки открытий, сенсаций не произойдет. Может быть, там где-то по случайности. Просто все вопросы, скажем так, спорные, да, которые обсуждались на вот таких вот интересных комиссиях, они будут обсуждаться вне их стен. А там мы увидим просто балет, постановку, которая будет разыграна перед камерой. Собственно, я видел такие вещи. Вот вы не думаете, что такое произойдет? Ой, я вообще всегда ратую за то, чтобы журналисты искали свои конфиденциальные источники информации. Руководству, естественно, это не нравится. Я вот помню, в конце прошлого года господин Азаров, значит, укорял один из всеукраинских каналов, что они говорят, что это они написали там или говорят, как сообщил наш источник в Кабмине. Что это еще за наш источник? Придите у меня, спросите, я вам все расскажу. Вот так вот я за то, чтобы у каждого из журналистов все-таки были свои источники. Я знаю, что люди, которые не на руководящих должностях, они владеют большей информацией, но также знаю, что большинство ее просто боятся раскрыть рот без санкций своего начальства. Но есть, в конце концов, и там порядочные, умные люди, которые знают, что в интересах общества лучше эту информацию распространить. Вот искал глагол, слить журналист. Слить, ну слить, да, так будем называть вещи своими именами. Это наша уже задача распространять, а не пусть сливают. Юрий Николаевич, последний, с вашего позволения, вопрос. У нас меньше минуты остается до конца программы. На момент нашей беседы, я и вы не знаем, собственно говоря, примут ли сегодня, вообще будут ли сегодня заниматься этим законом. Ну, предположим, что примут этот законопроект. Есть все данные. Ну, и он входит в пакет евроинтеграционных законов. У нас, вот я о чем хочу спросить, огромное количество, в том числе и евроинтеграционных законов принято. И сам-то по себе закон о публичной информации, он ведь неплох. Заработает ли? Еще раз повторяю, от нас зависит. От нас. Не столько даже от бюрократов это зависит, сколько от нас, журналистов, которые не будут искать легкой жизни, работая диктофонами на пресканке. Ну, какая это легкая жизнь. О чем вы говорите, Юрий Николаевич? Спасибо, что сегодня были гостем нашей студии. Спасибо, что смотрели нас сегодня. На этом все. Время программы подошло к концу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин